Царство Небесное, вечный покой всем от веку усопшим христианам! Три субботы Великого Поста посвящены поминовению усопших. Слово Божие не оставляет нас в неведении о умерших и не хочет, чтобы мы скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Истинно, истинно, говорю вам, обращается к нам Господь, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И вот уже эти два слова, верующий и слушающий, способны пробудить надежду, потому что Господь не говорит день и ночь слушающий и верующий совершенной верой, но просто слушающий и верующий. В этих словах и самое великое, и самое малое. Здесь и самое начало, и совершенная вера, засвидетельствованные делами. И мы по церковному обычаю отпеваем всех отшедших от нас крещенных людей, кто бы при жизни не был формально отлучен от церкви. Кто знает, может быть, хоть малое слово они когда-то услышали, и хоть какая-то вера зашевелилась у них в ответ. А далее Господь говорит, истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия, и услышав оживут, наступает и одновременно настало уже, как две тысячи лет назад, так и сегодня. Настало, потому что крестом уже открыта дверь небесных обителей, а наступает, потому что каждому еще предстоит туда войти. Настало и наступает, как Божие и человеческие, как совершившиеся и как должно совершиться, должно совершиться. Должно совершиться. Мы знаем, то, что для одних будет воскресением жизни, для других воскресение осуждения. Пусть каждый выбирает то, что хочет. Мы же свой выбор сделали. В нашем символе веры нет ничего о баде, ни о вечных муках. Не оглядываясь назад, мы все, стоя в храме, поем чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. А апостол Павел открывает тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Мы, говорит апостол, обращаясь к братьям христианам, мы восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе. Так всегда с Господом будем. Он всех приглашает собою, как и сам Господь всех слушающих зовет к себе. Он говорит, что верующий и слушающий на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Уже перешел. И мы верим вместе с апостолом, что в конце концов неизбежно сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? И это время наступает и настало уже. Оно настало для всех, но должно наступить и для каждого. И мысль о последнем страшном суде не должна пронизывать страхом. Его суд праведный. Господь не ищет своей воли, но воли пославшего его Отца. А значит, суд его основан на любви. И только не увидевший этой любви увидит суд и осуждение. И не заметит суда, видящий Божью любовь и Божью милость. Вот какая проповедь, какие утешительные, милостивые слова предлагает нам сегодня Церковь. Будем помнить о той милости, которая нам оказана. И постараемся не упустить той возможности присоединиться к вечному небесному Царству уже сейчас здесь на земле. Как бы нам это невероятным не казалось, но опыт предыдущих святых показывает, что Царство Небесное наступает уже сейчас. И наступило уже. Храни вас всех Бог. Благодарю всех за молитвы с миром и за этим. Спаси Господи.